Российское движение детей и молодежи помогает подрастающему поколению всесторонне развиваться. Всего в движении первых 12 направлений, среди них и медиакоммуникации. На этих занятиях школьники могут раскрыть себя в журналистике, научиться работать в кадре. Вся информация передается через интернет, через телевидение, через средства массовой информации. И поэтому, конечно, это все активно развивается. И даже движение первых не смогло бы развиваться, если бы у нас не было интернет-ресурсов. Важно ребят учить прокачиваться в этой сфере, потому что наверняка многие пойдут работать в это направление, потому что оно сейчас наиболее актуальное в нашем современном мире. В рамках проекта «Школа актива первых» в Ленинском округе прошел первый форум, посвященный работе медиаиндустрии. Екатерина Сорокина давно определилась со специальностью. Ее дело жизни – журналистика. Сейчас девушка пишет статьи для движения первых, а также создает афиши. Изначально я работала в школьном медиа-центре, являлась там главным редактором. Мне это очень понравилось. Дальше я продолжаю свою деятельность в сфере медиа уже в движении первых. Я бы хотела получить знания о том, как правильно вести видеосъемку, о том, как писать интересные посты и немножко о графическом дизайне, потому что я начала им увлекаться. Виктория Веселова пришла на форум с целью научиться работать в жанре интервью. Люди – главный источник информации, считает она. Поскольку девушке не составляет труда находить общий язык с окружающими, она решила улучшить себе необходимые для работы навыки на занятиях медиа-школы. Я очень хорошо коммуницирую с разными людьми, у меня получается с ними общаться, находить общий язык, поэтому я считаю, что эта сфера мне хорошо подходит. Больше всего меня интересует, какие вопросы стоит задавать, когда ты берешь интервью у человека, как сделать так, чтобы диалог не зашел в тупик и развивать дальше интервью. На форуме выступило несколько спикеров с большим опытом в профессии. Один из них – руководитель телешколы, которая подготовила для участников мероприятие игру, позволяющую легко научиться различать журналистские жанры. Здесь был зрительный зал, и мы с ним общались, да, и так далее. На какую-то тематику, был бы эксперт, приглашенный к нам в гости студии, это уже ток-шоу. Участники форума с энтузиазмом вошли в игровой процесс. Им необходимо было посмотреть несколько роликов, после чего определить их жанр и тему. Задача оказалась не самой простой. Прямо сейчас мы узнаем жанр, тему и героя представленной передачи на телевизоре. Очень сильно переживаем, стрессуем по поводу правильного выбора, не хотим оплошать. Первый форум прошел успешно. Теперь с полученными журналистскими навыками школьникам будет проще дальше осваивать сферу медиа. Инга Инчук, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Спасибо. 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 Спасибо.